спряталось солнышко к сожалению всем привет уходящие дни последние теплые деньки осени я выбрался вот на природу и хотя разговор сугубо технический тут вот совершенно случайно в кустах у меня стоит canon m50 вот хочу я это сделать на природе потому что не очень мне нравятся ролики где говорящие головы сильно там жестикулируя пытаюсь что-то внушить рассказывают о каких-то вещах иногда простых иногда сложных вот я сегодня хочу рассказать о двух режимах на canon m50 про которые нужно ну про которые нужно знать и вовремя вспомнить почему вовремя потому что пользуемся мы ими очень не часто вот и в нужный момент нужно просто что-то сработало в голове и вы про них вспомнили и применили о чем речь первый режим это режим беззвучный второй режим hdr или hdr как может быть его называют если по русские букву применять до режим расширенного динамического диапазона вот прелесть этих двух режимов в том что ни в том ни в другом не надо ничего настраивать их надо просто выбрать и снимать я ну для того чтобы хоть немножко было чего-нибудь видно я надеюсь что будет видно вот у меня еще есть insta360 который постоянно находится в кармане я ее сейчас попробую поставить здесь вот на столе и вполне возможно что мне удастся что-то показать вблизи но надеюсь что будет что-то видно вот если я делаю любой снимок да ну предположим я совсем новичок и снимаю все на полном автомате у меня стоит кремольерка на зеленом на зелененькой буковки а то есть полный автомат вот я начинаю что-то снимать то отчетливо слышен звук затвора еще у меня здесь на груди микрофон которым я пишу звук на рекордер вот он отчетливо передает звук затвора который срабатывает здесь на природе конечно не так сильно слышен а вот день будь в помещении в музее в театре не дай бог это будет звук который в общем даже не мне не буду предполагать что там может быть в общем звук этот не всегда приемлем скажем так и благо у нас есть возможность крутануть вот эту вот кремольерку в режим который называется scn да вот здесь на на крутилочке написано scn сцены если я у него переключусь то слева вот в верхнем углу есть возможность выбора из нескольких режимов и вот самый крайний внизу такой перечеркнутый динамик вот если я на него нажму я войду в режим беззвучной съемки фотоаппарат снимает но при этом звука нет звука звук затвора отсутствует вот сейчас поближе поднесу к микрофону да для сравнения то есть чувствуется слышится только прожатие кнопки вот а звук отсутствует где можно применить не буду подсказывать вот я его этот режим применял когда захотел снять что-то сделать несколько снимков в храме в иверском монастыре на валдае вот там прямого запрета на съемку нет написано что-то вроде бы съемка по благословению или как-то так в общем я не очень понимаю как это можно за кем там бегать надо чтобы получить это благословение вот но и сделал его собственно не для того чтобы там кому-то что-то показывать а просто посмотреть насколько хорошо себя ведет фотоаппарат в темноте вот ну и чтобы внимание не привлекать просто включил этот беззвучный режим вот есть у него небольшая особенность в этом режиме ничего не выставишь то есть экспозицию поправить никак нельзя она срабатывает полностью в автоматическом режиме единственное что можно переключиться в режим ручного фокуса вот и навести как-то фокус вручную вот но если уж мы говорим о том что в этот режим используется в ситуациях экстремальных там скорее всего ничего не придется наводить а вот включили получили полный автомат да вот сфотографировали и все и пошли себе дальше вот это что касается режима первого которым я хотел сказать режима беззвучной съемки второй режим как раз вот мне сейчас то что нужно я постараюсь рассказать об этом пока солнце солнце вышло дело в том что вот как снимает меня сейчас гоупро хода и лицо освещено камера направлена на меня у камеры солнце за спиной поэтому объект то есть я виден прекрасно вот а что если наоборот если мне вот объект стоит там и мне нужно сфотографировать против солнца ужасного меня сейчас слепит вот в такие же в такой же ситуации попадает фотоаппарат небо пересвеченное лицо недосвеченное ну крайне тяжкий режим для фотоаппарата конечно я фотографирую в режиме raw плюс jpeg у меня обязательно будет raw я там попытаюсь что-то вытянуть вот но есть другой другой способ это перейти в режим hdr а переходится он опять таки если мы колесико крутанем на следующий на следующее отделение где тут нарисовано два кружочка один полупустой другой заполнены да притронувшись к левой верхней иконке опять таки мы можем выбрать среди нескольких режимов вот в этом положении то среди нескольких режимов они тоже полезные вот но я сейчас говорю о режиме hdr самый верхний из трех вот я к нему притрагиваюсь это художественный стандартный режим hdr вот я его сейчас выбираю фотоаппарат переходит в режим когда он делает три снимка и потом их сшивает в один и записывает на карточку вот как это выглядит нажимаю на кнопку три снимка сделал фотоаппарат теперь вот он сшивает их до написано busy то есть работаю и получаю картинку одну единственную она к сожалению эта картинка jpeg рава нету и по поисправлять мне особенно ничего не получится вот в более старших фотоаппаратах да ну например вот 80d в моем любимом который дома у меня остался там есть режим брекетинга экспозиции то есть принцип тот же самый фотоаппарат делает один снимок с нормальной экспозиции один недодержанный передержанный причем там настройках можно задать насколько вот стопов будет одна фотография светлее а другая темнее вот но на этих более старших фотоаппаратах да эти три снимка они остаются на карточке я потом что-то дома могу поколдовать вот но к сожалению в нашем фотоаппарате такой возможности нет я имею ввиду получить три отдельных снимка и мы получаем сразу один на выходе джипег может быть это и неплохо для новичков потому что думать ну про как я сказал хорошо бы помнить про этот режим да вот где нужно его включить потому что если я оказываюсь в ситуации а я в ней оказался летом будучи в отпуске я был в великом новгороде в кремле а там есть памятник тысячелетия россии и вот в то время когда я пытался сделать снимок не нужно было естественно людей сфотографировать на фоне этого памятника вот но дело в том что моя сторона была теневая а солнце било прямо и там это даже по теням можно прекрасно видеть что вот тени лежат ну не не прямо фотоаппарат немножко по диагонали мы все равно но вот это была реальная ситуация то есть мне нужно было быстро дело в том что там постоянно люди же да вот на фоне этого памятника и ну они разошлись и мне нужно было ничего не думая хлоп выставил режим hdr сделал снимок вот такой снимок я получил то на самом деле я там сделал целых три или четыре снимка hdr в двух из них люди двигались вот и поскольку снимки делаются с промежутком временным да то положение людей менялось и поэтому на снимке там можно увидеть две головы три руки три ноги да такое то есть надо иметь ввиду что если применяем hdr то хорошо бы чтобы объекты которые мы снимаем были статичны но в общем то вот эти два режима про которые я хотел рассказать а еще по очищаяние мне очень нравится когда я могу подтвердить что-то практическим действием и я сейчас как раз сделаю я сейчас вот на штатив на который был на котором гоупроха стоит поставлю canon m50 будет стоять фотоаппарат на штативе там буду перед фотоаппаратом стоять я а за мной будет за головой висеть солнце вот такая вот штуковина будет самые наверное сложные с точки зрения экспозиции случай ну вот а теперь пока солнышко не ушло сейчас я попытаюсь изобразить это на практике ну конечно смешно получилось потому что пока я прыгал настраивал тут устанавливал фотоаппарат резкость наводил солнце таки опять скрылась за тучей не получится у меня ничего другого вот есть два снимка иногда режим sdr может вас выручить очень здорово ну вот техническая часть выполнена а теперь я хочу просто выпить чашечку чая но заодно сейчас поснимаю вот на на свою камеру как Weg ни на что чем он может быть чаще это сделано в этом году в евро Продолжение следует... Продолжение следует...